МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В президенте из Кумбрии проголосовало 23,5 тысячи жителей региона. Тем самым партия преодолела 5-процентный барьер и получила один мандат. Граждане сделали свой выбор, и мы должны этот выбор уважать. Сегодня в законодательном собрании появился несколько иной формат работы, иной формат взаимоотношений с депутатами. Это хорошо тоже. Я считаю, что в данном случае тут нельзя речь вести о какой-то проигрыше, потому что у нас 17 мандатов. Анатолий Бакаев также заявил, что депутатский корпус «Единой России» провел переговоры с руководством либерал-демократов по созданию коалиции в новом составе регионального парламента. И, конечно, мы такую коалицию создадим, и уже переговоры такие стояли сегодня. Вот и губернатора, на которых я присутствовал, и с ЛДПР. Мы проговорили, и мы договорились об этом, что она, конечно же, будет. Конечно, будут учитываться мнения всех партий обязательно. Конечно, будут учитываться все интересы всех жителей. По словам лидера регионального отделения ЛДПР Дмитрия Грачева, партия готова к конструктивному диалогу с любыми политическими силами. Необходимо будет сформировать структуру законодательного собрания, останется ли она прежней, или будет ли изменена. От этого будет зависеть, где будут работать в каких комитетах наши представители. Мы планируем, конечно, направить своих представителей в каждый комитет, чтобы по самому широкому кругу вопросов защищать интересы наших избирателей. Что касается коалиции, мы всегда говорили, ЛДПР готов к конструктивной деятельности с любыми политическими силами. Абсолютно с любыми, лишь бы это было во благо жителей Ульяновской области. Двух объединяющихся партий смущает прежде всего личности, которые избраны от Коммунистической партии Российской Федерации. Эти депутаты никому неизвестны, они никогда не занимались политикой. А работа в законодательном собрании, как известно, требует серьезных интеллектуальных и организационных способностей. Права на ошибку нет. День голосования прошел чисто, абсолютно легитимно, абсолютно честно. Вот эти результаты, они показывают как раз то, что это абсолютно честные выборы были. Абсолютно. Вот никаких здесь не было ресурсов задействовано. Абсолютно. Голосовали граждане на 984 участках. Правда, на участке 1503 в Корсуне. Результаты по выборам в законодательное собрание 6-го созыва признаны недействительными из-за нарушений. Напомню, это, в принципе, случай известный. Мы его не утаивали ни в коем случае. Сказали об этом громко. И вместе с правоохранительными органами, по сути дела, изобличили или выявили попытку, или подготовку, пока предварительно, так скажу, к нарушению порядка голосования, возможно, даже вброса бюллетеней. Об этом, наверное, скажут соответствующие компетентные органы, которые сейчас продолжают проведение проверки. Еще одно нарушение в этот день произошло в Маинском районе. Там допустил ошибку член участковой комиссии, который выдал избирателю два бюллетеня одного вида. На этом участке итоги голосования признаны недействительными частично. Рината Алюлова, Юрий Ломатов, Новости Ульянской правды.